Итак, всем еще раз привет, особенно тем, кто будет смотреть записи. Какой у нас сегодня план? Мы быстренько пройдемся с вами по расписанию ближайших, скорее всего, трех, возможно, четырех недель, которые вас ожидают. И я потом отвечу на ваши вопросы, которые присылали в форумы, в форум с вопросами заранее, и, возможно, мы еще посмотрим ваши вопросы в чате, которые будут возникать по ходу нашей сегодняшней сети. Вопросы пишите в чате в Teams, либо в Discord. Вот, так, там сейчас я быстренько гляну, что в Discord. Ну, да, тут вот у кого-то возникла проблема с подключением, но, видимо, придется посмотреть записи, потому что в Teams есть ограничения на количество людей вот в этой сессии. Хотя нет, люди подключаются до сих пор, там, по-моему, до 300 человек. Как увидеть экран? У меня черный квадрат. Попробуйте переподключиться к сессии, возможно, вам это поможет. Я, конечно, могу попробовать перешарить. Сейчас давайте еще раз пошарю. Ну, вот сейчас, возможно, у кого-то должен появиться. Ну, такое бывает, да, что у кого-то нет, ображается экран. Возможно, проблему там с интернетом или еще чем-нибудь. Окей, давайте пойдем быстренько по плану. Вопросы, в первую очередь, я считаю, в этом чате, потому что он у меня перед глазами. Итак, давайте посмотрим в расписании, что вы делали на текущей неделе, да, у вас доступны тесты и какие-то задачи на код варсе. Да, то есть вы продолжаете это делать, дедлайн будет у вас в понедельник ночью, ну, в ночь в понедельник. А, нет, стоп, у нас дедлайны сейчас все практически в конце марта. Это сделано для того, чтобы ребята, которые там опоздались с подключением, да, с регистрацией на курс, они смогли доздать вот эти вот тесты и какие-то задания. Вот, так, ну, то есть вот это, в принципе, вот эти тесты, я думаю, многие из вас уже с ними познакомились, кто прошел. И что вас ожидает в ближайшие три недели? Это одно из основных заданий Stage 1, это Shelter. То есть на первой неделе вы делаете дикстопную верстку, а потом на это вам выдается одна неделя, вы должны до вторника, не вот этого, который сейчас, а следующего, да, то есть который у нас 28 марта, да, то есть вы до 28 марта должны сделать сабмит этого задания, и с 28 марта по 31 марта у вас будет проходить кросс-чек-ревью. Ну, с процессом кросс-чека большинство ребят уже, я думаю, познакомились в ходе выполнения задания CodeJam, либо на Stage 0, да, то есть вы представляете, как это происходит и что с этим делом. В принципе, я очень много про это рассказывал на вводном вебинаре. Ну, и также вам будут доступны несколько тестов, да, то есть это в основном тесты по CSS и по Figma. Вот Figma, а, еще есть тест по припроцессорам, по Sasson. А большинство из тестов, они формируются на основе материалов, которые прикладываются к модулям, которые вам, теоретические модулям, которые вам необходимо изучать на конкретной неделе, да, то есть вы, большинство того, что будет спрашиваться в тесте, вы можете найти вот в этих вот теоретических блоках, да, то есть там где-то какие-то видео приложены, где-то теория. Вот, как-то так. Дальше, на четвертой неделе Stage 1 вас будет ожидать Shelter, вторая часть выполнения этого задания, вам будет необходимо сделать адаптивную верстку. А что такое адаптив-респонсив, вы, в принципе, можете почитать, вот здесь вот есть теоретические материалы, да, как это делается, для чего это надо, познакомиться с какими-то терминами, да, вот что такое медиакверии. Ну, и вам необходимо будет пройти на четвертой неделе еще один теоретический тест, да, как вы видите, начиная с четвертой недели у всех тестов будет время выполнения одна неделя, да, то есть не будет такого больше, что вам выдается там почти на месяц тест, да. Это сделано только в начале, как я вот сказал чуть ранее, для того, чтобы ребята, которые чуть позже подключились, они, в принципе, могли выполнить эти задания и продолжить обучение, скажем так. Окей, то есть это что касается четвертой недели, ну и пятая неделя, это уже работа с домом, да, работа с EGS-ом, вам к вашему шелтеру, который вы верстаете там две недели, вы должны будете подключить какой-то JavaScript, да, там будут какие-то не очень сложные для выполнения, ну, короче, будет не очень сложный, например, скрипт-код, да, для манипуляций с дом-элементами, то есть у вас также здесь, вот, как вы видите, есть теоретические модули по формам, да, как работать с формами, как работать с дом-апией и что такое ивенты, да, то есть вы познакомитесь, что такое ивенты, как с ними работать, как там, что происходит. Я надеюсь, что вот здесь у вас ожидает небольшой вебинар, потому как, что такое ивенты, как с ними работать, как их обрабатывать, как навешиваются слушатели событий, вот, вам проведут, я надеюсь, что все будет окей, как мы запланировали, вам проведут небольшой вебинарчик на эту тему. Окей, это, в принципе, то, что касается, вот, ближайших трех недель, да, это получится до, ну, первых, получается, пять недель стейдж-одинок. После чего на шестой неделе, вот, она, скорее всего, тоже останется полностью без изменений, давайте посмотрим, что там у нас на шестой неделе. Так, на шестой неделе вас ожидает кросс-чек шелтера, теоретический модуль по ГИТУ, алгоритмические задания и, возможно, то есть, скорее всего, вас ожидает ходжем. То есть, что это будет за задание, вы не знаете, знаем только мы, да, то есть он, опять-таки, будет выдан на выходные, да, то есть пятница, суббота, воскрешение. Окей, возможно, мы там немножко продлим его, может быть, мы его сместим, да, то есть мы еще пока вот здесь не уверены, то есть он будет здесь или, возможно, он будет здесь. Ну, в принципе, рассчитывайте примерно вот на это, да, то есть что будет, начиная с восьмой недели, то есть вы можете примерно познакомиться, что здесь, но тут возможны изменения, да, как я, в принципе, рассказывал на вводном вебинаре, да, то есть расписание может поменяться. Окей, в принципе, мы с вами прослись, грубо говоря, то, что вас ожидает в ближайший месяц, обсудили практически все ваше расписание на апрель. Если у вас вдруг возникают здесь какие-то вопросы, давайте кидайте в чатик. Я сейчас посмотрю, и потом я перейду к ответам на вопросы из формы, и, возможно, у вас останутся еще какие-то вопросы. Так, все, я бегу в чатик. Что у нас здесь есть? Если подсказать по нескольким вопросам из теста, это считается списыванием. Ребята, вы можете, если вы хотите кому-то помочь с вопросом по тесту, вы лучше скиньте ссылку, где это почитать. От этого будет больше пользы, чем просто дать ответ на вопрос. То есть так вы сделаете человеку больше пользы. То есть он пойдет почитать, найдет свой вопрос и так далее. Можно вопрос о шелтеру. Можно ли изменить один пункт ТЗ, дополнить, чтобы чуток больше было возможности для креатива касательно карточек слайдера, чтобы по наведению сделать не так, как в макете, но строго по стилистике макета. Ребята, вот пока мы не выдали задание, вы можете написать либо автору задание, либо создать пулл-реквест. Можете попробовать написать автору, возможно, он с вами согласится и поправит. Следующий вопрос. Обязательно ли подключать веб-пак к шелтеру? Нет, не обязательно. То есть это на ваше усмотрение. Насколько я помню, там нет четкого требования, что обязательно нужен веб-пак. Подскажите, бургер-меню выполняется на неделе адаптива или уже когда до? Полностью рабочее меню по опыту моему выполняется обычно на третьей неделе, когда прикручивается JavaScript. JavaScript. Возможно, вам его надо будет как-то там, я не знаю, сверстать эту кнопку, грубо говоря, на каких-то других неделях. Ну, вообще полностью рабочий JavaScript-код, а меню, скорее всего, вы будете делать через JS. Но, я так предполагаю, будет на третьей неделе. Но лучше почитать в ТЗ. А, вот, когда дом, да, спасибо большое, кто-то уже ответил. Так, вот, кто-то пишет. То есть просто заменить в медиа на кнопку, но без реализации. Да, в принципе, похоже на правду. Так, насчет пак, тут ответили тоже. Окей, так, так как обещание довольно длительное, есть ли возможность замораживать дедлайны по некоторым заданиям? Никакие дедлайны не замораживаются, никаких переносов дедлайна по индивидуальным просьбам, я там иду в отпуск или еще что-то такое. Нет, и этого не будет. Мы можем пойти на уступки, и мы можем пойти на уступки некоторым студентам в исключительных случаях, там, я не знаю, кто-то заболел, есть подтверждение, что он лежит в больнице, да, тогда, в принципе, активисты могут проверить какие-то задания по апелляции, да, но это, опять-таки, только если это кручает, да. Возможно, ну, то есть, если будут проблемы, там, у кого-то, из Украины какие-то, да, ребятам мы тоже пойдем навстречу и поможем как-то доздать задания, которые они не смогли сдать. Вот, а в целом, вы идете в отпуск, хотите перенести дедлайны? Нет, вы идете в отпуск, никакие дедлайны для вас не переносите. Надеюсь, больше таких вопросов не будет, да, то есть, вот у вас есть четкие дедлайны, старайтесь им следовать. Все. Так, CSS и SAS разрешайте использовать в Shelter. Ребята, по поводу Shelter, у вас есть ТЗ. Если там не запрещено использовать CSS и SAS, то вы используете при процессе, то вам, значит, это можно. Так, как быть, если только читаю знакомство с JS и еще не все понимаю, как это применять? Как решать задачи на Code Wars? Они выглядят суперсложными. Вчера для вас Игорь провел великолепный вебинар по тому, как решать задачи на Code Wars. Можете с этим познакомиться. Так, стоит ли пытаться использовать Shelter при процессоре и Grid, если на Stage 0 использовал только Flex и другие технологии, даже не вникал? Ребята, никто вас не ограничивает использовать. Ну, если в ТЗ не прописано, что вы не можете использовать при процессоре, значит, вы их можете использовать. Насчет Grid, если вы хотите лучше познакомиться с Версткой, и вы уже использовали Flex и понимаете, как они работают, ребят, вперед, используйте Grid. Если вы ограничены во времени, ну, окей, это ваш выбор, используйте Flex, да, но будьте готовы к тому, что рано или поздно вам придется столкнуться с Grid, потому что это очень удобный инструмент. Окей, давайте я сейчас пойду отвечать на вопросики из формы. А давайте я еще, на всякий случай, проверю. Live Streaming. Так, та-та-та-та-та, тоже тихо. Не знаю, ребята не могут подключиться, но... Так, окей, окей. Ну, короче, я не вижу каких-то вопросов в чатике Дискорда. Здесь у нас в Teams появился вопрос. История коммитов должна отображать процессы разработки приложения. Это требование значит, что нужно использовать таймстэм, как в CSS-баяне. Нет, таймстэм больше вам, в принципе, не нужно использовать, да, то есть он... Это было только вот в этом задании, да, которое вы делали в баяне, да. Больше его не надо использовать, но история разработки должна быть, да, то есть сделали какую-то часть функционала, сделали коммит. Окей, так, пошлите к вопросикам. Так, первый вопрос. Сколько учеников попадут на работу и сколько баллов у них должно быть минимум? Тут сразу на все такие вопросы. Ребят, вам никто не обещает трудоустройство куда-либо, да. То есть в данный момент мы никому не обещаем, что мы кого-то будем куда-то устраивать на работу. Я, надеюсь, не стоит объяснять, почему это происходит. Да, то есть я надеюсь, вы все взрослые люди умеете анализировать обстановку. На каких фрилансерских площадках можно находить работу для практики небольшого заработка в условиях станции? Достаточно ли знаний, но уже не стоит для того, чтобы начинать брать заказы? Если, ну, в принципе, знаний стейдж 0, стейдж 1 будет вам хватать для выполнения каких-то простеньких задач, ну, в принципе, да, если вы чувствуете в себе силу, и берите. То есть, если нет, ну, я бы рекомендовал, ну, я бы лично рекомендовал хотя бы пройти стейдж 2 до конца, да, чтобы у вас были более крепкие знания, да, и вы могли, вам будет проще тогда выполнять какие-то задачи. Насчет фрилансерские площадки в условиях станции, ребят, я не интересовался. То есть я, в принципе, на фрилансе особо не работал, и площадки, а тем более под санкцием, рекомендовать не могу и не буду. Будут ли еще коджемы в этом потоке? Сколько групповых заданий планируется в этом потоке? Коджемы будут. Их точно будет еще два. Один на выходные, один на неделю или на две, я не помню, давайте сейчас посмотрим. Так. Да, еще один вот на неделю будет. 25 апреля выдан. Окей. Сколько групповых заданий планируется в этом потоке? В этом потоке мы планируем, скорее всего, два групповых задания. Возможно, что-то поменяется, возможно, будет одно. Но одно точно будет. Как поступить, если в июле мне придется выключиться из процесса на две недели, я не смогу даже быть на связи? Что можно предпринять заранее? Ну, ребят, я уже ответил на это вопрос. То есть никто дедлайны для вас сдвигать не будет. То, что доступно, вы можете делать. Либо вы пропускаете две недели, идете дальше. Либо вы можете попробовать как-то сделать заранее. Ну, как-то так. Другого совета у меня для вас нет. Ну, то есть в индивидуальном порядке никто для вас что-то сдвигать не будет. Подстраиваться под каждого из нескольких тысяч студентов мы не можем. После какого стейдж можно уже начинать ходить по собеседованиям? Ребят, тут ситуация очень разная. В зависимости от ваших локаций, в зависимости от требований рынка. В моем понимании стоит ходить, начинать ходить на собеседование. После того, как вы прошли три стейджа, когда у вас есть понимание работы какого-либо фреймворка, тогда у вас больше шансов строиться на работу. То есть, ну, я бы рекомендовал после третьего. Кто-то начинает ходить после второго, кто-то начинает после первого. Тут как вам? Как вы себя чувствуете, так вы и делаете. Так, здравствуйте. По последнему каджу мы не выполнили задание, так как поздно его заметил. Не получилось выполнить. То есть, вместе с кроссчек-проверкой два невыполненных задания. Смотрите, у вас в расписании отображается, как кроссчек делится на две строчки. По факту это одно задание. А сначала вы его субмитите, потом делаете кроссчек-проверку. То есть, это одно задание, это не два задания. Так, задание по графику, справится выполнять срок. Вот, если, например, я еще раз не выполнил проссчек какой-то, меня отчистят. Если вы будете несколько заданий подряд не выполнять, да, вас отчистят. Ребята, внимательно следите за дедлайнами. Это ваша обязанность, да, следить за дедлайнами и читать анонс. То есть, да, если вы не выполняете несколько проссчеков, вас могут отчистить. На какие вакансии можно претендовать по окончанию Stage 2 и React, кроме Frontend и Software Developer? Ну, в принципе, это вот две позиции, да, на которые вы можете претендовать. Возможно, в каких-то локациях они называются как-то по-другому. Я, если честно, не знаю, да. Я не особо этим интересовался. В принципе, я бы искал вот эти вот позиции, да, Software Development. Возможно, Frontend. Если вам интересен только Frontend, то Frontend Development. Почему Code Jam должен быть выполнен за две недели до того, как заканчивается изучение теоретической части по Git, HTML, CSS? Это все равно, что ты приходишь вулс, сначала сдаешь сессию, а потом полгода учишь теоретическую часть. Понятно, что у вас был пресс-кул, но это не дает время иногда тем, кто в нем не учился, хотя теоретическую часть было еще достаточно времени по графику. Короче, этот вопрос негодования того, что Code Jam выдали до того, как есть теоретическая часть. Ребята, я хочу обратить ваше внимание. Вы все проходили регистрацию, да, вы смотрели, вы записывались вот на этот курс. Правильно? Давайте мы перейдем, чтобы больше таких вопросов не было, и внимательно почитаем необходимые базовые знания, с которыми вы должны были прийти сюда. Это понимание основ HTML и CSS, знание основ JavaScript, знание структур данных организаций. То есть, в принципе, вот этого вот вам вполне себе было достаточно, чтобы выполнить это задание. То есть вы сами подписались на этот курс. То есть, ну, ребят, если вы не сделали задание, окей, никто вас за одно задание не собирается отчислять. Тем более у него не такой большой коэффициент. Так, ну, это вот тем, кто негодует на поводу того, что модуль по HTML и CSS заканчивается больше, чем выдано это задание. Запись стрима будет. Надеюсь, что будет. Так, как определять очередность иерархии обучения в расписании? Условно, в понедельник появляется энное количество блоков. Как понимать, что нужно делать изначально? Окей, давайте посмотрим. Здесь они распределяются не в каком-то определенном порядке, а там, ну, они распределяются в зависимости от того, как они были созданы и добавлены. В принципе, если мы возьмем, вот здесь есть у вас ближайшие, сколько его, четыре теоретических модуля, да? В принципе, вы можете идти как вам угодно, вы можете их включить параллельно. Ну, я бы лично рекомендовал. Вот есть четыре модуля, да? То есть вы для себя такие, ага, флексы я знаю, да, позишн я знаю. Значит, быстренько открыли, почитали, прочитали этот модуль, если по нему есть тест, вы познакомились с теорией, идете, сдаете тест, параллельно выполняя задания, да? То есть потом у вас появилось там свободное время, ну, я не знаю, как банальный пример, вы едете на работу в каком-то транспорте, а у вас там дорога на работу занимает час времени. Вы можете это время потратить на то, чтобы почитать какую-то теорию. То есть, ну, в принципе, в каком порядке вы будете это читать, тут не сильно важно, да? То есть, ну, тут, смотрите, вот большинство модулей, они как бы не сильно зависят друг от друга. Ну, то есть, да, они похожи, да? То есть они сформированы какими-то неделями, и там чаще всего очень похожие модули бывают, которые прям сильно отличаются, но, насколько я помню, это редко. То есть вот эти вот модули, они, в принципе, все между собой связаны. То есть вы можете в любом порядке их изучать. То есть тут нету идеальной формулы, да? Неделя к неделе оно будет отличаться. Когда станет легко выполнять задачи на Кудвардс? Ну, это тоже сугубо такой индивидуальный. Кому-то их легко изначально выполнять, кому-то надо очень-очень-очень много прорешать, чтобы это стало проще. Когда-нибудь станет? Ну, я могу ответить на такой вопрос. Что почитать, посмотреть, чтобы стало проще решать Кудвардс? Как-то, ну, очень больно все идет, в отличие от той же работы с ДОП. Ну, смотрите, решение алгоритмических задач или задач на Кудвардсе – это навык, который нужно набивать, да? То есть чем больше вы прорешаете задач, тем проще вам будет решать. Ну, тут как бы, да, это отдельный навык. Вы решаете каждый день, решаете, решаете, решаете. Поставьте себе планку, там, ну, решать две задачи каждый день, да. Окей, даже если не брать задачи по курсу, которые нужны, там, решайте по две-три задачи, там, восемь, семь кудвардс. То есть решайте сначала простенько и постепенно увеличивайте либо сложность, либо количество заданий. И таким образом вы начнете быстрее, и лучше решать. В принципе, посмотрите, я думаю, вам вчера Игорь все это на вебинаре рассказывал. Какие задачи преимущественно дают Джуну? Часто ли попадается что-то наподобие кодвардс или в основном работа с версткой логикой кнопок? Мне, на самом деле, ну, тут, знаете, трудно сказать, как и где, да. Я могу сказать, с своего опыта, когда я приходил Джуном, ну, на свой первый проект, мне, в принципе, там, типа, у меня был онбординг где-то две недели, но буквально вот через неделю я начал просить все таски, и первое, что мне давали, это были какие-то фиксы багов, да, то есть, и не сказать, что это какие-то простые фиксы. Ну, то есть, мой первый проект был фронтенд, да, естественно, я работал с фронтом, но там были фиксы, связанные и с логикой, и с версткой, и чего только не было, да, то есть, и там бывало, что, ну, первые мои баги были там по работе с сервером, да, то есть, надо было какие-то там методы работы с сервером поменять, то есть, тут все зависит от проекта, да, кому-то изначально дают простые задачи, на каких-то проектах могут давать прям вот такие же задачи, как и другим разработчикам, да, то есть, в принципе, ну, мне давали разного вида задания, когда я был Джуном, то есть, и с логикой, и с версткой было, и алгоритмически приходилось решать, там, какие-то фильтрации, сортировки в таблицах и так далее, да, то есть, ну, хватает разного. Запланировано восхождение. Так, это вот опять-таки вопрос про перенос дедлайна, да, я его не буду зачитывать, ну, ребят, я уже ответил, то есть, как есть. Каким критерием отбираются лучшие студенты для трудоустройства попадания в ЕПАМ? Ребят, мы никому не обещаем текущей ситуации, какого-то трудоустройства. Ну, то есть, мы не можем вам этого обещать, поэтому как-то так. Поэтому пока рано говорить. Если ситуация изменится, вы об этом узнаете, мы вам напишем какой-то анонс и так далее, и будем собирать данные тех, кого мы хотим предложить, если ситуация как-то поменяется. Что, если конкретно одну задачу я могу решить, а вот другие я могу не решить? Стоит ли мне решать ее, так как я опасаюсь отчисления? Я сам решаю пока что. Ребята, если вы можете решить, если вы не можете решить какую-то задачу, ничего страшного, ну, не решайте. Да, то есть, за нерешение какой-то части алгоритмических задач никто, что это не будет. Да, то есть, ну, поводите решить столько, сколько вы можете. В связи с большой конкуренцией вопрос, будет ли возможность пройти стейдж 1, стейдж 2 без ментора? Да, в принципе, вы можете учиться без ментора до конца курса. Это нормально. То есть, в прошлом наборе все ребята, которые дошли до конца курса и даже были без менторов, по итогу получили менторские оценки за свои задания, да? Ну, это касается тех, кто дошел до конца и выполнил все задания. То есть, ментора пошли, ну, короче, ментора согласились помочь и проверили все работы студентов. Уже известно примерное количество менторов. Нет, количество менторов неизвестно, на данный момент там люди регистрируются. Известно будет ближе к маю. Примерное количество менторов. Подскажите, исходя из каких параметров оценивается количество баллов и вес того или иного задания? Оно оценивается, согласно видению автора задания, ну, это есть количество баллов, да, насколько он считает какую-либо фичу сложной и трудозапратной, да, то есть он выставляет баллы. Коэффициенты считаются в зависимости от того, как решат админы курсов. Можете ли вы на это повлиять? Нет, не можете. Стоит ли по поводу очень сильно разводить холивар в чате? Ну, если вам хотите. Для чего были введены коэффициенты на задание стейдж-1, который вы сейчас выполняете, для того, чтобы увеличить влияние оценок за последние самые сложные задания на шанс получения сертификата. Вот и все. Ну, как бы на стейдж-2 все задания, которые являются основными, они имеют коэффициент 1. На стейдж-1 все основные задания и имеют коэффициент 0.5. А задания, которые выдаются на выходные, имеют коэффициент 0.2 по причине того, что не все их могут сделать. Плюс в будущем у вас будет параллельно вот с заданиями, которые выдаются на выходные, основное задание, да, за которое... А CodeGen выполняют те студенты, которые очень быстро справляются с заданиями, у которых есть время и желание получить дополнительные баллы и получить какие-то дополнительные навыки. Вот и все. Поэтому там стоит 0.2 у CodeGen. И как бы это изначально планировалось, просто мы не успели это добавить. Вот и все. Поэтому можете там в чатике дальше продолжать ругаться, что обесценили наш вклад. Никто его не обесценивал. Все находятся в равных условиях. Почему прошел CodeGen? Так, этот вопрос я уже отвечал выше. Там был похожий. С чем... Это я уже рассказал, да, коэффициенты. В связи с развитием нейросетей поменялись ли Тевуни Джунал? И будут ли таски с использованием этих нейросетей или обучающих по взаимодействию с ними? Тасок пока таких не планируется. Обучающие штуки по взаимодействию с ними... Ну, возможно, кто-то захочет что-то похожее сделать, но пока в планах такого нет. Есть ли какой-то совет, как не копать в темы слишком-слишком глубоко, как поймать грань? Ну, в принципе, мне кажется, на начальном этапе вам будет достаточно прочитать ту теорию, которая рекомендуется в модулях. Возможно, где-то там она неполная, да. И этого будет вам на начальном этапе достаточно. Дальше глубоко в теории я бы на вашем месте копал в тот момент, когда у вас возникают какие-то проблемы, да. То есть вы понимаете по ходу выполнения задания, что у вас там, не знаю, проблемы... Ну, давайте вот банальный пример вот той системы, которая у нас сегодня всплывала. Вот гриды, да. То есть вы там почитали теорию, окей, вы изучили. Вы начинаете выполнять задания и понимаете, что, ну, можно копнуть куда-то глубже, да. То есть вы не помните, там, не знаете, как это сделать, да. У гридов там несколько способов создания их лояута, да, как они там располагаются. То есть вы идете и начинаете копать глубже. Если у вас проблем не возникает, вы все делаете, у вас все работает, окей, переходите к следующим темам, да. То есть... А потом уже там, я не знаю, непосредственно перед собеседованием вы можете пройтись и повторить темы, которые будут на собеседовании. То есть и немножко углубить там свою теорию. Ну, как-то так. Ну, я просто не совсем представляю, как вот поймать действительно эту грань. Это довольно сложно. И даже опытные разработчики иногда уходят глубоко в теорию, которую там начинают читать, тратят на этом больше времени, чем необходимо. Но в этом нету минусов в плане того, что чем больше вы будете знать, тем лучше. То есть такие вам эти знания могут не понадобиться в текущей ситуации, но в какой-то прекрасный момент они вам могут пригодиться. Так, какая статистика принятых на работу в прошлых наборах? К какому топу стремиться, если набор вообще будет? Про набор на работу я говорить ничего не буду. Окей. Как вы заметили, ничего в документации школы про трудоустройство нет. Итак, поехали, посмотрим, что у нас есть в чате. Я буду смотреть только вопросы. Так. Тут, 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 что-то я не вижу ни одного вопроса. Там еще один вопрос в форме появился. Окей. Посоветуйте, как проходить тесты, чтобы добиваться 100% результата. С этим алгоритмом действия руководства листами. Ребята, чтобы, ну, смотрите, никто не дает вам, ну, никто не заставляет вас проходить все тесты на 100%. Да, то есть это необязательно. Да, то есть прошли на 90%, ну, окей, да. То есть я бы рекомендовал перед тем, как проходить тест. Вы идете, читаете теоретический модуль, который, по которому вы будете проходить тест. Да, вы прочитали, познакомились с этой документацией. Все, идите проходить тест. Все, проходите, понимаете, что у вас нету понимания ответа на какой-то вопрос. Да, значит, я рекомендую вам еще раз читать какие-то материалы. Вот, либо эти, либо пойти попробовать поискать ответ на этот вопрос в интернете. Да, то есть, но не ожидайте, что там вы найдете прям четкий ответ на свой вопрос. Нет, вам придется почитать какую-то другую теорию, просто в другом месте, чтобы найти ответ на этот вопрос. Вот. Ну, то есть только чтение теории. Ну, я больше вам ничего не могу порекомендовать, типа, какой-то другой способ. Ну, я проходил как-то так. То есть, читаешь теорию, идешь, проходишь тест. На вопросы, которые не знаешь ответа, ищешь ответ в интернете. Пытаешься найти ответ в интернете. Не находишь, ну, отвечаешь, так думаешь, и все. Сколько баллов получил, так и молодец. Окей, давайте глянем, что у нас там в Дискорде происходит. А в Дискорде у нас не происходит так, абсолютно ничего. И так, мы с вами прошлись по всем вопросам. Ребят, если у кого-то есть еще вопросы, вы кидайте их в чатик или в форму. Давайте я здесь повешу полутый цвет, чтобы я знал, где я становился. Еще там... Так, секундочку. Так, прошу прощения, у меня немножко с голосом проблемки. Так, сколько минут... Ладно, давайте сейчас я быстренько еще подсвечу несколько вопросов, которые почему-то, как оказалось, вы не знаете ответ. Сейчас мы посмотрим. Тут Игорь сделал такую замечательную табличку, в которой вопросы хотел вам рассказать. Но, наверное, будет логичнее, если их расскажу я. Мы с Игорем это уже обсудили. Так, давайте посмотрим. Тут большинство вопросов, на самом деле, для меня возникло... Ну, для меня было неожиданно, что у вас есть какие-то вопросы по этим темам, да. Потому что, как бы, я это все рассказывал на вводном вебинаре. Ну, большинство, да. То есть мы обсуждали, кто такие RSAI, да, что это ребята, которые занимаются очень многими активностями. Они помогают с поддержанием порядка на курсе. И они, кто-то из них отвечает за плохие, короче, проверки, кто-то за списывание, кто-то за нарушение кода в контакт. Скажем так, это активисты на максималках. Их мало, и они большие молодцы. Ответственность за читерство. Я надеюсь, многие из вас смотрели, заходили в дискорде в канал Moderation и видели, что там очень многих ребят отчисляют за списывание, да. То есть что считает за списывание? То есть вы списали код с демки — это списывание. Вы списали код в интернете — это списывание. Вы списали код у другого студента — это списывание. Вы списали код из студента прошлого потока — это считается за списывание. За это мы отчисляем. Также за списыванием считается отсутствие истории разработки. Вы закинули свой код одним коммитом, к вам возникли подозрения, вас могут отчислить. У вас нет исходников кода, допустим, вас залит на GitHub. Вы скрыли свой репозиторий, вас могут отчислить. Вы выполняете задания, которые необходимо выполнять одному, вы выполняете вдвоем, либо втроем и так далее. Это списывание. Мы вас отчисляем. Это основные моменты, за которые отчисляют. Чтобы для вас не было секрет. Ребята, просто выполняйте задания самостоятельно, и у вас не будет никаких проблем. Никто не запрещает вам что-то подсказать, посмотреть что-то в интернете, взять какую-то идею. Это окей. Взять готовый код – это не окей. Взяли готовый кусок кода, вас нашли, вас отчислили. Пишите задания самостоятельно. Если вы не можете что-то сделать самостоятельно, ничего страшного. Никого не отчисляйте за то, что вы набрали, к примеру, 50 баллов из 100 за какое-то задание. Это нормально. Так, за что отчислять, я вот рассказал. Это я тоже рассказал про совместное выполнение тасков. Отчислят для меня, если я взял свой же код из прошлого задания или прошлого потока, использовал в новом. Нет, если этот код написан вами, то в принципе нет. Если этот код написан не вами, вы его там, к примеру, на прошлом потоке списали, используете в этом потоке, и мы вас нашли, то мы вас отчислили. Если вы писали код самостоятельно, нет проблем, возникнуть не должно. Можно ли использовать мат-оскорбления в чатах, в своих проектах, в ники, в названии ветки? Ребят, смотрите, у нас на курсе очень много людей. Люди разные. Я рекомендую вам не использовать мат. То есть вы можете использовать мат где-то в канале рандом. Но и то так, чтобы не оскорблять никого. То есть стараемся соблюдать доброжелательную атмосферу без всяких оскорблений, матов и тому подобного. Вот. Да, вас за это могут отчислить. Отчислить и забанить. Так, что такое жалобы и зачем туда писать? Изменит ли оценку после жалобы? Окей, я сейчас быстренько по этим двум вопросам. Жалобы отправляются в форму, которую вам шарили в анонсах. Вы можете пожаловаться, если вы считаете, что вас проверили плохо. То есть в плане того, что там, в тайле плохой комментарий, не поясняющий причину. Снижение баллов. Проверили не по требованиям, а там человек написал свою оценку просто из головы. Да, то вы можете туда отправить жалобу. Эти жалобы рассматриваются администраторами курса и ребятами из RSAI. Если мы посчитаем эту жалобу корректной, человек получает предупреждение за плохую проверку и в будущем отчисление, если он попадает за второй раз. То есть вы можете зайти в канал Moderation и найти там кучу предупреждений вот за такие вещи. Изменится ли ваша оценка? Нет, ваша оценка не изменится. Но вы поможете исключить ребят, которые недобросовестно подходят к рощак-ревью. Так, что такое апелляция, зачем ее писать? Апелляция подается в случаях, если вы откроете документацию школы. Там, в принципе... Давайте сейчас быстренько перейдем. Так, документация школы. Что такое апелляция? Ну, мне кажется, такой вопрос возникает у тех, кто не умеет читать документацию. Итак, идем на кроссеки. Что такое апелляция и для чего она нужна? Я не буду все это полностью перечитывать. Тут, в принципе, несколько обзят текста, которые вы можете вот здесь взять и прочитать. То есть тут есть четкие требования, в каком случае можно подавать. И я сейчас расскажу, почему такие требования. Давайте мы найдем, тут, по-моему, было. Почему такие требования к апелляции? Почему нельзя дать возможность подавать? Во-первых, апелляцию проверяют только... Апелляции проверяют активисты. А в свое свободное время, когда они хотят. Активисты – это чаще всего ребята, которые учатся вместе с вами. Тратить все их свободное время на то, чтобы ответить на... Просмотреть все апелляции никто не будет. То есть у вас должна быть действительно очень сильно заниженная оценка. То есть больше 10%. Тогда ее проверят. Причем 10% не от одной оценки, а от того, что вы получили в скорб. То есть вот эта разница берется. Нет, не то, что вам один человек поставил 100, остальные 120. Но вы не пожалуетесь на вот этого 100. То есть этого будет недостаточно. Ну, то есть вы можете пожаловаться, но не подать апелляцию. После дедлайнов тоже. Если есть хоть один коммит после дедлайна, все, вы пролетаете с апелляцией. Ну, как-то так. Только там в случаях, если вы там болели, у вас есть справка, тогда окей, мы можем пойти вам навстречу. Но это не всегда. Так, что еще я хотел... То будет, если за апелляцию я получил меньше баллов, чем на кроссеке. Если вы получили на апелляцию меньше баллов, чем на кроссеке, вы получите меньше баллов вскоре. Отчисления и анонсы. Так, анонсы надо читать каждый день. Я об этом кучу раз говорил. Про отчисления мы поговорили. Получают ли админы удовольствие, когда баня студентов? Нет, не получают. Но приходится это делать, чтобы соблюдать какой-то... Ну, чтобы не было так обидно ребятам, которые все делают честно. Поэтому, да. Ну, удовольствие никто от этого не получает, потому что мы тратим очень много сил, времени на курс. И хотелось бы, чтобы все просто проходили его так, как мы планируем. То есть честно, без списываний, без каких-то нарушений кодов контакта. Тогда всем будет классно. Зачем анонимность на кроссеке? Анонимность на кроссеке нужна для того, чтобы оценка была максимально объективной. Да, когда начинаются вот эти вот жалобы в личке, перепроверь меня 10 раз. То, как бы, ну, я считаю, это не очень окей. Да, то есть, ну, это мое мнение. То есть, ребята, которые выполнили качественно свою проверку, почему они должны идти, там, перепроверять кого-то после дедлайна. Ну, то есть, это только по желанию. То есть, если человек хочет, то он перепроверит. Поэтому, как бы, анонимность и есть, да. То есть, ну, я считаю, что только анонимность на кроссеке может помочь добиться объективной оценки. С учетом того, что у вас сейчас есть в РСА-фи-чат, то, как бы, я вообще не вижу в этом проблемы никакой. А можно ли исправить работу после завершения дедлайна, задачи для получения более высокой оценки? Ну, исправлять работу можно, да. Мы не запрещаем исправлять ее после дедлайна. Перепроверять работу после дедлайна мы тоже не запрещаем. Так что, ну, да, все на усмотрение проверяющего. Он хочет, он перепроверяет. Не хочет, не перепроверяет. Как-то так. Есть ли санкции проверяющим за исправленную оценку, изменившим свою прошлую работу на более качественную версию? Например, по фиксил баг. Никаких санкций проверяющим за это нет. То есть, человек, если хочет, он перепроверяет. Не хочет, не перепроверяет. Предусмотрено ли снижение баллов за исправленный порог после оговоренных дедлайнов сроком и прав к или на повторную проверку? Нет, не предусмотрено и в ближайшее время не будет. Что будет, если проверяющий изменит оценку после конца крошек-ревью? Скоро не пересчитается точно. Мы проверим. Мы хотим сделать. То есть, там есть баг, что можно отправить. Но, в принципе, по завершению прощек-ревью мы сделаем, что нельзя отправлять еще. То есть, можно будет отправлять только во время прощек-ревью в свои комментарии. Что делать, если проверяющий отказывается перепроверять? Если у вас не было коммитов после дедлайнов, и просто человек некачественно проверил и отказывается заново, то вы можете подать на него жалобу, что он некачественно провел проверку. Если вы что-то доделали после дедлайна, и хотите, чтобы человек перепроверил, то он может со спокойной душой вам сказать, нет, я перепроверять не буду. Я уже сказал, что ему за это ничего не будет. И не надо переходить в какие-то оскорбления и так далее. То есть, человек не хочет перепроверять, он не перепроверяет. Хочет пойти вам на уступки перепроверить, пожалуйста. А что делать, если проверяем и агрессивно требует перепроверить? Пожаловаться ребятам из RSAI, либо модераторам в личку. Почему не уберут внесение изменения после дедлайна? Мы не запрещаем и не планируем запрещать. Во-первых, это сложно нам отследить, да, как это сделать и так далее. Поэтому мы не планируем с этим никак бороться. Вы можете не проверять работы, ну, я имею в виду, вы можете не перепроверять, если кто-то исправляет после дедлайна. Это ваше право. А почему за задание по кроссчеку 200 баллов, 100 за сабмит, 100 за кроссчека, а получил только 100? Так, как я и говорил, это все, ну, сабмит, ну, то есть сабмит и ревью, это одно задание, да, только разделенное на две части. Сначала вы выполняете работу, делаете ее с сабмит. Потом при наступлении дедлайна вы делаете кроссчек-ревью работ других студентов. Так, какую округляется оценка в скор, округляется в большую сторону. Можно ли писать комментарий на кроссчеке, опираясь на свое видение, вкус, настроение, положение луны? Нет, нельзя. Ребят, вы оцените строго по критериям. То есть, если вы снимаете баллы за что угодно, не относящимися к ТЗ, то на вас могут пожаловаться за некачественную проверку, за что вы получите сразу предупреждение, если вы подняете второй раз, то отчисление. Можно ли удалять свой репозиторий после кроссчека, а после выставления оценок? Свой репозиторий с выполненным заданием вы можете удалять только по завершению курса. Пока не получили сертификаты, я вам очень не рекомендую что-то удалять. Если вы удалите, мы это можем посчитать за списывание. Поэтому я вам крайне не рекомендую что-то удалять, пока вы учитесь. Получили сертификаты, дальше делайте, что хотите. Можно ли писать в личку админам? Это я уже рассказал, но не надо писать с такими вопросами в личку админам. Но не стоит отвлекать админов. Что происходит с приватными репозиториями после окончания курса? Можно ли их удалить? Вы репозитории приватные и школьные удалить не можете. Они остаются, и мы их тоже не удаляем. Как и когда можно переносить код из приватного репозитория в публичный? Я бы вам это рекомендовал делать по завершению курса. Вот. Как-то так. Просто смотрите, если еще не прошел дедлайн, и вы перенесете в публичный, это могут посчитать за демонстрацию решения задания, что является причиной для отчисления. То есть, если вы посмотрите, то есть... Где-то, где-то, где-то... Где-то... Сейчас я найду. Вот. Есть вот такой вот замечательный пункт. Если вы публикуете любые материалы, показывающие процесс решения какого-либо задания до его дедлайна, то вас отчисляют. Так что я бы вам не рекомендовал переносить публичный прямо очень быстро. Так. Давайте вернемся. Можно ли стримить различные курсы на серверах RS? Нет. Не стоит этого делать. Я считаю, что это очень сильно похоже на пиратство. Окей. Так. Тут еще... Сколько мест получат сертификаты после курса? Ребята, ну... Смотрите, у вас есть документация, да? Попробуйте почитать, что там написано. Ну, как бы, это несложно. Да, то есть там написано, вот, есть отдельный пункт сертифика. Да, то есть, ну, учимся работать с документацией самостоятельно. Как выжить на курсе? Ну, как-то самая дисциплина помогает. Так, давайте сейчас секундочку. Опа. Так. По тесту JSCO Function Test был когда-нибудь разбор? Если нет, можно ли провести? Будут ли доступны ответы после дедлайна? Насколько я знаю, ответы после дедлайна доступны не будут. Недавно сделали функционал, что вы можете посмотреть вопросы, в которых у вас была ошибка. После дедлайна. Вот. Как-то так. Разбор теста не планируется. Подскажите, как попасть на стейдж 2? К сожалению, не присутствовал на вводном дне. Ребята, вводный вебинар вы можете посмотреть в записи. Да, он есть на YouTube-канале в школе. Вы можете найти запись в анонсах и посмотреть. На стейдж 2 вы автоматически попадаете по завершению стейдж 1. Получается, что если я пишу код на своем компьютере и выгружаю в гитхаб, уже готовый проект одним файлом, за это тоже отчислят. Да, за это могут отчислить. Необходимо, чтобы у вас была история о разработке. Окей. Все. Здесь все. Давайте я почитаю чат. Так, мы сами будем для групповых заданий или нас определяют? Так, для групповых заданий давайте мы о них поговорим тогда, когда они будут. То есть до них еще почти полгода. Так что рано об этом думать. Давайте мы вернемся к этой теме на интро стейдж 2. Когда мы будем обсуждать стейдж 2, тогда мы с вами обсудим эту тему. Так, есть вопрос по поводу менторинга. Если есть разработчик, готов ли он меня взять на менторство? Как это технически организовать? То есть если у вас есть знакомый разработчик, он может записаться в менторы. И когда он будет подтверждать регистрацию на менторинг курса, он сможет, в принципе, вас к себе забрать. Но помимо того, что он должен менторить вас, он должен быть менторить как минимум еще одного человека. Одного человека менторить на курсе нельзя. Так, секундочку, дайте я немножко подкашляюсь. А то у меня, блин, першит горло после того, как я очень долго начинаю говорить. Итак, прошу прощения, ребята, я вернулся к вам. Так, давайте смотреть, что там. Так, на этот вопрос про как менторить я ответил. У меня вопрос про приватный GitHub репозиторий школы. Я не могу его создать, живу в Крыму. Спрашивал Discord. Один из активистов сказал, что можно использовать личные открытые. Просто хочу быть уверенным на 100%. Ребята, я бы вам рекомендовал использовать не личные открытые репозитории, а попробовать создать себе репозитории на GitLab. Да, чтобы это не было так палевно. Так, ребята, смотрите, я не знаю украинского, поэтому если вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос, пишите его на русском. Как погромче сделать Валерия? Валерия не надо делать громче. Валерия и так. Проблемы с Горлом сегодня. А запись будет, запись будет. Как скинуть код из старого приватного репозитория в технище, чтобы сохранилась история коммитов? Ребята, почитайте, как переносятся ветки из одного репозитория в другого, и как вообще все это переносится. В принципе, такая возможность есть. Почитайте просто про это. Так, зареги... Так, а, ну вот я вижу тут, Вадим ответил. Ладно, я не понял, что хочет. Вадим. Запись будет. Ой, обожаю этот вопрос. Каждый раз его раз в 10 задают. Это именно когда из одного проверяющего цинка снижается, и ничего нельзя сделать, потому что меньше 10%, а вместо вскоре уже вниз идет. Ну, ребят, мы не можем проверять прям всех. Так, ладно. Я буду искать только вопрос. Если человек отчислили за списыванием, может ли он пойти повторно на курс? Да, может. Так, я скипнул момент про округление баллов, округление математически, верно. Округление происходит в сторону студента. Валерия, сколько вам лет, если не секрет? Не секрет. Мне 31. Где можно записаться в активисты? Нигде в активисты нельзя записаться. Так, форки алгоритмических задач состоят с ноли. Удаляется GitHub или пусть лежат? Ребята, ничего не удаляйте. Пускай лежат до завершения курса. Удалите, получите по рукам. Я хочу сказать вам спасибо за все. Школа отлично. Лучше многих платных. Ребята, мы стараемся для вас. Как поблагодарить твой ник? Не скажу. Не скажу, потому что мне приходят на чешкаться. Не надо. Так. Это та... А, ну все, тут пошло какое-то обсуждение. Сейчас я загляну в дискордик, что там происходит. Будет ли запись сегодня в экстреме в класс? Мой любимый вопрос. Так. Пу-ру-пу-пу-пу. Ну, в принципе, да, я вижу, тут ребята подключились тоже отвечать на ваши вопросы. Все. Ну, как я вижу, вопросов особо больше нету. А, появился вопрос в форме. Так. Обязательно ли выполнять задание в приватном репозитории или можно в личном? Ребята, если вы можете использовать приватный репозиторий школы и сказано использовать приватный репозиторий школы, используйте приватный репозиторий школы. Если вы, допустим, находитесь в Беларуси, у вас есть доступ к приватному репозиторию школы, но вы почему-то вдруг из-за фазы луны условно решили, что вы должны делать в личном открытом репозитории, то вас могут отчислить за то, что вы выкладываете решение задания до дедлайна. Как-то так. Так, где можно найти вопросы для подготовки к интервью CoreJS1 и CoreJS2? Ну, давайте, давайте найдем вместе. Давайте поможем кому-то найти вопросы. Примерный список вопросов, как я всегда напоминаю, да, любое задание может поменяться, любой список вопросов может поменяться, но, в принципе, вот они здесь. Да, то есть на статье 2 вы можете зайти посмотреть. То есть список, примерный список вопросов. То же самое с техникал скрининг, но там тоже, скорее всего, поменяется, там, возможно, будут другие темы. Я надеюсь, что у меня дойдут руки до этого в ближайшее время, я его поправлю. Окай, окай, окай. Если. Так, мне тут сказали, что я, возможно, что-то неправильно сказал насчет округления. Да, давайте я проверю, как это делается, то есть я точно уточню и потом посмотрю, вам скажу, в какую сторону округляется, да, то есть, возможно, я не прав. А тут вот пишут, что у кого-то есть такая проблема, да, я посмотрю. Насколько я знаю, ну, короче, как минимум, у всех округляется одинаково, скажем так. Так, ребята, мы с вами уже болтаем ровно часто, как мы, я болтаю, а вы слушаете. Так, извините еще раз, для невнимательных, все задания надо делать в приватном репозитории. Ребята, некоторые задания пишут, что надо делать в приватном репозитории, некоторые пишут, что вы делаете в своем там личном репозитории. Вот, отталкивайтесь от того, что написано в ТЗ. Если в ТЗ не написано, что вы делаете в своем личном репозитории, значит, вы делаете по умолчанию в приватном школьном. Вот, как-то так. Все, я надеюсь, у вас стало меньше вопросов, и вы прекрасно справитесь с остальными заданиями. Размьютывать я вас никого не буду. Вот, так что, в принципе, всем хорошего завершения выходных. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok